Здравствуйте! Добрый день! Сегодня в гостях у нас Михаил Ханов, управляющий директор компании «Алго Капитал». С 25 октября индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%, в то время как, например, S&P 500 прибавил примерно 3%. Что происходит? Ну, происходит отражение того, что происходит в мире монетарной политики. Деньги же печатают не в России, а в США, поэтому там, где денег много, то есть доллар, они в первую очередь идут на фондовый рынок, потому что кредитовать кого бы то ни было и вкладывать в бизнес – достаточно рискованное занятие. А когда идет огромное количество денег, скажем так, не вкладываемых, не связанных с структурной инфраструктурой, как вот, например, в плане демократов, потому что они хотя и говорят о триллионах долларов, но деньги – это все-таки связанные инфраструктуры. Да, это, ну, опосредованное влияние на рост цен, оно и, конечно же, есть, но, тем не менее, непрямое. А когда фактически пытаются деньгами залить кризис, ну, в данном случае коронакризис, да, и замаскировавшийся, вернее, циклический кризис, замаскированный под мировую пандемию, да, я так всегда говорю, потому что он все равно назрел. Это кризис, цикличность, и никуда от этого не деться, и мы подошли к этому пику, просто так совпало, что получилось еще и вместе с пандемией, вот, собственно, был прекрасный повод, который тут же начали заливать деньгами. Ну, вот мы видим это отражение, как я очень люблю говорить, что американские трейдеры и инвестиционные банкиры очень не любят жарить индейку в плохом настроении. Что бы мне ни говорили, я по пальцам могу пересчитать годы, когда рынок не рос вот перед этот четвертый четверг ноября, потому что это величайший праздник для всей нации, встречать его в плохом настроении грех, это должна быть семейная встреча, соответственно, с деньгами, опять же, все домохозяйки должны показать миру друг другу и лично товарищу Байдену, что не только при Трампе они умели зарабатывать, но и при Байдене тоже. Поэтому я думаю, что сейчас мы переживем день благодарения, черную пятницу, да, и увидим коррекцию и на американских рынках. А в российском рынке, ну, как говорится, вот сложился идеальный шторм, идеальное сочетание условий, ну, во-первых, это падение так или иначе, да, цены на нефть, ну, на определенный уровень. Это несколько процентов в рамках, там, скажем, движений обычных, которые мы привыкли, да, люди, которые на рынке уже десятилетиями, это, ну, в этом нет ничего драматического, да, тем более нефть давно уже перестала быть, скажем так, отражением реальных торгов нефти, которые производятся, давно уже там количество бумажной нефти превышает, там, в 10 раз, да, количество реальной нефти и резкие те колебания. То есть, если раньше 5% можно было увидеть только там с каким-то тайфуном Катрин или каким-то взрывом нефтепровода в Нигерии, там, или в Египте, то сейчас, да, я просто очень хорошо помню, как нефть росла там до 110, когда была революция на площадь Ташир в Египте, да, в Каире, вот, и все с содроганием ждали, чем это закончится для нефтедобывающего региона. Ну, и сейчас это колебания, ну, скажем так, ненормальные, но нет ничего драматического, тем не менее, в сочетании с падением цены на нефть, с общим удорожанием доллара, да, а именно подготовкой ФРС США к повышению ставки в следующем году, вот эти слова уже звучат все чаще и чаще. Я думаю, что мы отчетливо на намеки, по крайней мере, по увеличению скорости освобождения баланса ФРС от облигаций и сокращению, собственно, позиций мы услышим уже в декабрьском заседании, ну, и также, я думаю, прозвучат потенциальные ожидания на 2022 год по повышению ставки. Я думаю, что, может быть, даже будет речь о двух повышениях в 2022 году, посмотрим, да, не хочу загадывать. Вот, конечно же, в первую очередь входят инвесторы с развивающихся рынков, но тут еще добавилась геополитика, да, и внутренняя политика, геополитика в лице раздуваемой истерии, там, вокруг потенциального конфликта, да, когда мы говорим про гибридную войну, да, вот это вот тот самый прямо вот пример гибридной войны, когда уважаемые издания, вот разве что танки из мониторов не выезжают, да, вот уже и десанты высаживаются в Одессе и Мариуполе, из страны Белоруссии идет десант, и просто уже подводные лодки там в Мариуполе и среди степей всплывают, вот, ну, вот, буквально вот уже риторика вот такая. Вот, и это, конечно же, плюс еще ситуация с Роснано, да, когда квази-государственные облигации вдруг все молчали несколько дней о том, что с ними будет, да, это тоже, собственно, радости не добавляет. Вот эти четыре фактора, да, сложившиеся вместе, конечно, они привели к падению российского рынка, который, ну, как и любой emergency market, да, там, он очень подвержен и геополитике, и ценам на энергоносители, которые, собственно, тоже падали, да, в то время. Ну, вот, собственно, то, что происходит на российском рынке. На американском рынке, мы с вами проговорили, на американском рынке мы видим отражение бесконтрольного печатания денег, да, собственно, оно куда идет? Они вкладываются в компании, когда здесь с каждого утюга о том, что давайте, вот, новая экономика, искусственный интеллект, там, толпы, значит, цифровой экономики, да, там. Давайте перейдем к частности. Есть разные полярные мнения. Одни говорят, что новый суперцикл, да, и поэтому нефть дорога, и, соответственно, не только нефть, а и другое сырье. Другие говорят, например, что никакого суперцикла нету, это все, как бы, временная ситуация. Вот мы все видим, как, я прошу прощения за мой французский, Байден переобувается просто на лету, да, значит, буквально, там, несколько месяцев назад мы все бредили, и, прости господи, вот, ЕСЖ проектами, там, зеленой экономикой, вот, разве что, я думаю, когда же раскопают городу Тутберг, да, какая там, не помню уже фамилия, когда же ее, вот, собственно, уже опять поднимут на флаг, как-то вот обошлось, по-моему. И началось все там вот с обледенений, да, вот, если вы помните, там, еще весной мы, когда вертолеты летали, поливали там лопасти ветряков, да, которые вдруг заледенели, и начались там проблемы, там, вот сейчас и у Теслы, да, там, с отзывом автомобилей, и выяснилось, что если посчитать на круг, сколько выбросов идет при производстве электромобилей, то не так уж и много, да, там, да, за жизненный цикл, не пятикратное, да, сокращение там, ну, может, полуторакратное по сравнению с обычным двигателем внутреннего сгорания, и возникает уже вопрос, стоит ли овчинка выделки, да, и, ну, собственно, вот то, что сейчас происходит, да, мы понимаем с вами, что то сокращение, вернее, то сокращение, да, ну, потребление, даже не сокращение, а распечатка запасов при мировом потреблении нефти, да, мы все знаем, что эта цифра колеблется вокруг 100 миллионов баррелей в день, да, ну, понятно, что сокращение там, хорошо, на 100 баррелей, миллионов, там, суммарно, закупок за счет того, что распечатаны запасы, ну, не то, что как к слону дробина, но вот то, как к этому относится рынок, там, все видно в цене, да, Вот это гораздо больше рынок постигнуло рост цен вверх, обращение ОПЕК о том, что, ну, говоря простым языком, ребята, если вы будете так играть, то мы просто прекратим наращивать добычу по плану 400 тысяч баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, так каждый месяц, чему больше всего, конечно, обрадовалась Россия, потому что в 2021 году сокращая потребление и радуясь тому, что не надо делать инвестиции в новую добычу, в бурении и так далее, то сейчас, когда речь об этом зашла, выяснилось, что все компании дружно отрапортовали, что у нас, собственно, таких возможностей-то и нет, да, наращивать в том объеме, в котором, по-моему, Роснефти вообще нет, да, там, Лукоил там с огромным напряжением, вот, Сургут, ну, то есть вот все компании в один голос, я думаю, что тихо сидят и молятся, как бы здорово было бы, если сейчас ОПЕК принял решение не повышать планы по росту добычи, вот. Ну, на мой взгляд, я могу сказать так, что в рамках, там, ну, ближайших, там, пяти лет, наверное, точно, да, говорить о том, что нас ждет какое-то колоссальное энергетическое изменение, революция, еще было бы, ну, по меньшей мере, безответственно, да, потому что энергопереход – это дело, там, ну, скажем, десятилетий. Для этого мало желаний отдельных визионеров, да, о коем я считаю Маска, да, гениальным маркетологом и визионером, инженером, вот, но, как выяснилось, да, вот по последним отчетам всех, которые больше беспокоят тоже деньги в его собственном кармане, в кармане семьи, да, вот все эти истории с окэшиванием, да, ну, по-другому это назвать нельзя. Я думаю, что говорить об энергопереходе в ближайшие, там, годы, то есть, безусловно, мир к нему идет, но я не могу сказать, что я прямо сторонник такой нефти-нефти, да, и, условно говоря, маргинал в отношении, там, электромобилей нет, конечно же, да, но говорить о том, что вот мы сейчас раз вот так по щелчку, да, там, ну, как все равно, что заменить кровеносную дистанцию, как заменить, почему-то вот никто валюту не хочет менять, да, базовую, да, резервную, доллар США, да, выяснилось, что у юаня там огромное количество средств, да, это в шкафу, и евро там еще меньше подходит, да, в отсутствие единой политики по налогообложению и бюджетированию, да, то вот почему-то, когда речь идет о другой кровеносной системе, да, там, какой являются энергии, да, для мира всего, все почему-то думают, что вот сейчас раз мы нефть вот сольем и зальем туда вот чистую зеленую энергетику, ну, не бывает таких чудес, к сожалению, да, вот, одних слов мало, нужно еще там минимум десятилетия, вот сейчас все компании практически нефтяны, организовали у себя подразделения, которые занимаются чистой энергетикой, это огромный R&D, бюджет, research and development, и я думаю, что, конечно же, приведет это к тому, что мир рано или поздно будет меньше загрязнять ту планету, на которой он живет, но сейчас, ну, просто как данность, да, мы говорим о том, что сейчас вот это было бы просто, ну, наверное, даже, не знаю, очко втирательством, вот, говорить о том, что мы сейчас все бросим, все перейдем, да, потому что если посчитать, то можно, как говорят русские, прослезиться, да, там что-то делали, веселились, посчитали, прослезились, да. Парус Asset Management – один из лидеров на рынке коллективных инвестиций. Премьерным фондом является The Piff Parus OZN, в который упакован главный логистический центр компании «Озон». Инвестиционные консультанты заявляют о доходности до 24,8% годовых. Она складывается из чистого дохода от аренды, выплачиваемого на брокерский счет ежемесячно, и прогнозируемого роста стоимости актива. Это инвестиции в реальную недвижимость. Пайщики фонда становятся совладельцами реального актива класса А с топовым арендатором с договором аренды на 10 лет. Пай-фонда доступны квалифицированным инвесторам в любом инвестиционном приложении. Подробности по ссылке в описании. Участвовал в конференции по шокирующим предсказаниям от Саксо-банка, и там Стин Якобсен, главный стратег, сказал, что немножечко переиграли в эту игру с климатической повесткой. И следующий год будет годом такого отрезвления, да, от виртуального мира все-таки к реальному. А означает ли это, что вот эта вот декарбоновая премия снимется, да, и, соответственно, можно ожидать удешевления сырья? Вы знаете, я думаю, что сырье будет всегда следовать, вот как это не банально звучит, за спросом. Потому что, ну, копить нефть, как мы знаем с вами, там достаточно бессмысленное занятие в стратегическом плане, да, то есть в короткую там можно в эту игру поиграть, в длинную нет, потому что там те же самые хранилища, которые сейчас освобождаются, их надо потом заполнять. На то они и хранилища, да, на то это и резервы, да, если ты сейчас там эти скинул, то дополнить там по 30, их, наверное, не получится. На одной цифровой экономике мир не живет, да, потому что мы с вами не едим цифру, мы едим мясо, ну, я, по крайней мере, ем мясо, да, пользуемся гаджетами, мы пользуемся компьютерами, мебелью, там, я не знаю, жильем, да, это все не цифровая экономика, да, это все вполне реальное себе производство, производство товаров, услуг, да, и поэтому на производство этих товаров и услуг требуется энергия, да, энергия, она берется из традиционных источников пока что в большей своей части, да, в процентном отношении. Да даже для цифровой экономики, да, вы посчитайте, я думаю, что посчитать, если сколько стоит сервер супермикроциска, да, там, хотя бы шестипроцессорный, ну, тоже можно ужаснуться, да, то количество выбросов, которые происходят при производстве, там, и при пайке, и про, ну, вот я сейчас не буду дилетантски заявлять, да, голословно, но, тем не менее, было бы интересно посчитать, сколько выбросов происходит при производстве тех же серверов, на которых работают огромные корпорации, да, там, и облачные решения всегда, это же огромное количество, это дата-центры, которые так на секунду еще нагревают, между прочим, будь здоров как, да, и требуются еще охлаждающие системы, да, в каждом из них, потому что там они очень чувствительны к повышению температуры, поэтому я бы сказал так, что все зависит от того, как будет развиваться экономика, да, вот что мы сейчас будем наблюдать, инфляцию, дефляцию, ставку, инфляцию, да, в разных странах, в разных регионах это будет по-разному, да, то есть я вот, скажем так, вот для Америки действительно, наверное, инфляция будет краткосрочная, для стран, вот на примере той же самой Турции, да, мы видим там галлопирующую инфляцию фактически, и для России, да, я не знаю, потому что с одной стороны, конечно, здорово, это всегда палка о двух концах, да, то есть понятно, что всегда ключевая функция любого ЦБ это искажение стоимости денег в экономике, но повышая ставку, да, вы понимаете, что вы тут же душите свою экономику, то есть ставку вы повысили, да, с инфляцией вы боретесь, но у вас умирает весь бизнес, да, и рано или поздно вы, ну, то есть это все возвращается на руки своя, поэтому не так просто все, да, это вот очень тонкий баланс, и зависит он не только от ставки ЦБ, и вот то, каким образом будет развиваться экономика в 2022 году, от этого зависит, какую цену на нефть мы увидим, ну, хорошо, на нефть, на газ, да, вот на базовые там энергоносители, если мир спокойно, без истерик выйдет из пандемии, да, через вот коллективный там мировой иммунитет, да, если мы справимся с этим вирусом, не будем, по крайней мере, оголтело закрывать регион за регионом, как это происходит там в Китае, вот сейчас уже Европа там следует, там Австрия, да, по их примеру, ну, потому что локдаун, да, вот, но они смешные, да, объявляется локдаун через пять дней, эти пять дней страна живет, знаете, как последний день, то есть гуляет там толпы, я видел эти кадры, там, по Москве там это было видно, да, то есть полные магазины, все закупаются, непонятно зачем, но тем не менее все вышли в последний раз, кафе битком сидят, да, а потом у нас локдаун в неделю, ну, вот это просто вот эти вот шаги, ничего, кроме как вот вредительством я назвать не могу, да, то есть если уж локдаун, все, вот сегодня объявили, знаешь, у него дня все, локдаун, никто никуда не ходит, все сидят дома, но это расход, ну, понятно, такая вечная тема, вот, так вот, если мир справится вот с этой, там, ну, скажем так, дерганем мер принятия против пандемии, и экономика реальная, да, не цифровая будет расти, ну, хотя бы там так же или не слишком замедлиться по сравнению с 21-м годом, да, во время с нами всегда, там, с нулевой базой, там, с низкой базой очень легко показывать результаты, то я думаю, что цена комфортная, я думаю, что вот цена там, ну, хорошо, не 80, цена 70, она достаточно комфортна для всех участников рынка, при этом, если мы говорим про ведущие экономические державы, ну, я думаю, конечно, США там, как бы основы там основы и потребители нефти, да, конечно бы с удовольствием увидел цены пониже, но потому что для Байдена сейчас это его избиратели, да, им обещали-обещали все блага небесные, земные и же с ними, а тут вдруг цена на бензин выросла, и сразу все закончилось, вся эта игра в зеленую энергетику, сразу Байден сказал, что у нас приоритет, чтобы все родные реднеки, значит, во всех провинциях спокойно свои огромные субурбаны заправляли дешевый бензин и дальше голосовали за демократов, а то, понимаешь, вот пришли демократы и цены на нефть выросли. Ну, там же прямые связи у всех, там провинция, она везде одинаковая. Я думаю, что вокруг 70 это цифры, которые устроят всех, естественно, колебания будут, но это зависит, вот я говорю, я всегда ориентируюсь на отчетности по квартальной, да, вот сейчас мы посмотрим, как закроется год, но год закроется хорошо, вот интересно будет, что будет в марте, когда отчитаются за первый квартал, в апреле вернее, да, в первую очередь вот промышленные компании, компании, которые производят, производят что-то, да, там даже те же смартфоны или компьютеры, а не только, оказывается, финансовые услуги, не банковский сектор. Вот если там будет хорошо, если не будет там, и ожидания там экспертов внутри компании будет позитивной, то я думаю, что цена на нефть, она будет держаться, если наладятся связи, вы же понимаете, что еще даже не наладились связи в прежнем объеме, да, еще не летают самолеты с той же интенсивностью, не ходят танкеры. Говорить о том, что нефть будет 100, вот я бы не стал. Вот моя позиция такая. Понятно, да, да, с нефтью понятно. Скажите, вот вы все-таки, по-моему, какую-то очень безразовую картину нарисовали, сказав, что инфляция в США временная, временную природу имеет, а у нас долгосрочную. Все так плохо? Мы же с вами перечислили только что причины того самого классического идеального шторма, который мы наблюдали последние дни на российском рынке. Вот. Я думаю, что это проблемы фундаментальные, они связаны там и с геополитикой, которая никуда не делась, да. И, ну, сейчас государство, конечно, делает там, ну, большие шаги в сторону ухода от сырьевой модели экономики. Ну, во-первых, там не факт, что это плохо, да, ну, не стоит только превращаться в Венесуэлу, да, которая заявила, что мы все будем покупать на нефть, и нам нужны там ни врачи, ни учителя, никто. Конечно, так никто делать не собирается, но власти нашему хозяйству предстоит еще очень большой путь, чтобы вернуть то доверие инвесторов к российской экономике, которое было в нулевые, и ту экономическую ситуацию, которая бы привлекала инвесторов не только, скажем так, из дружественных стран, да, или, ну, там, и западный мир в том числе, да, традиционных, так сказать, инвесторов, причем желательно, чтобы они покупали не только госдолб, ну, пусть хотя бы госдолб, но и вкладывались какие-то там проекты в развитие, там, которые могут приносить прибыль, да, тоже сельское хозяйство, да, там та же транспортная инфраструктура и так далее. Вот пока что мы видим обратную ситуацию, да, постоянно идут речь, ведет речь о санкциях на госдолб, причем вторичные, да, ну, это будет поводом для инфляции очень серьезной и к падению рубля, соответственно, со всеми вытекающими, вот, поэтому говорить о том, что ситуация кардинально поменяется в следующем году, я бы не стал, поэтому и речь о том, что, ну, долгосрочный, ну, год хотя бы, да, я думаю, что нас ожидает, там, Центробанк ожидает непростые решения по поводу ставки и вот этого маневрирования между повышением ставки и сохранением темпов роста экономики в том виде, в котором в конечном итоге эта экономика важна, да, которая приведет к росту экономики, приведет к снижению инфляции. Знаете, как немонетарные стимулы, о которых говорит ЦБ, да, это пока что я вижу только бесконечное упоминание целевого уровня инфляции в 4%, но если сто раз произнесли слово сахар или мед, да, во рту слаще не станет. То же самое здесь. Если сто раз произнести, что у нас якорная, там, целевая инфляция 4%, она сама туда не придет. И ЦБ тоже это признает, что все немонетарные факторы, они носят внешний фарактер, ну, как мы сейчас вот видим, да, с рублем, и не зависит от действий ЦБ, вернее, зависит в гораздо меньшей степени. Вот, хотя там пытается бороться с инфляцией, там, и монетарной политикой, и сдерживание монополий, сразу так, но это все временные меры, да, опять же, вот подчеркну, что нужны структурные изменения, да, и нужны изменения отношения к предпринимательству, к развитию, к экономическому росту именно со стороны тех, кто будет это делать. Одних слов недостаточно. Вы думали, какой будет постковидная экономика? Давайте все-таки что-нибудь такое футуристическое в заключение. Постковидный ландшафт, да, вот такой штамп, который сейчас везде усиленно эксплуатируется. Я, поскольку не работаю в Саксобанке, да, и у меня нет задачи привлечь заголовками или какими-то футуристическими там абзацами, которые повернут в шок и трепет моих читателей или ваших слушателей, я буду говорить более приземленные вещи, не оторванные от реальности. Ну, давайте начнем с США, да, как мощнейшая экономика мира и имитент доллара. Я думаю, что они пройдут, да и уже практически проходит этот кризис достаточно безболезненно по сравнению с другими регионами, конечно же, да. То есть я думаю, что они сейчас вот вполне осознали и снимают сливки с этого перехода на новый технологический уклад, да, потому что вот цифровизация и большое количество денег, инвестируемых и в искусственный интеллект, и в роботизацию, да, и в медицинские проекты. Мы говорим о том, что США является там, ну, ведущим бенефициаром этих изменений, как страна, которая, собственно, их и начинает, да, и идет во главе этого процесса. Поэтому я думаю, что, скажем так, для них это уже начался, и это видно, переход на более высокий технологический уклад, который, собственно, упрощит позиции США во всем мире, как ведущая технологическая держава. Европа, мы наблюдаем, что она достаточно сильно страдает от энергетического кризиса, да, и идет там во всю попытки демократизации, в кавычках, газового рынка, и этот переход затеянной энергии не ко времени, да. Но вот на самом деле там здравые-то мысли, они преобладают, потому что, когда дело касается конкретики, да, вспомните историю с потенциальными санкциями для аэрофлота, да. Сейчас мы запретим аэрофлоту полеты, но стоило намекнуть, что мы тогда страну закроем до спадных перелетов. Все посчитали количество керосина полета во вход, да, там, через Гималайя, и сказали, нет, ребята, да, мы передумали, да, мы больше не будем. Ну, я утрирую, конечно же, да. Поэтому либо мы про бизнес, либо про демократию. Вот нельзя заигрываться, это должна быть какая-то сочетаемость, да, и разумный баланс между политикой и экономикой, и деньгами, как я говорю, в прямом смысле. У Европы основная проблема – это… Потому что если США там является там… Ну, мало кто, наверное, из слушателей задумал, что США на самом деле это держава номер один по, как это, добыче нефти, да, под добычей нефти, вот, там, по крайней мере, балансируют все время, там, эти цифры очень похожие, вокруг одиннадцати, десяти, там, с половиной, одиннадцати баррелей. А Европа этим похвастаться не может, ни нефтью, ни газом, да, там, ближайший газ там в Омании и Катаре – это достаточно далеко от Европы. И, конечно же, основная проблема Европы – это энергетический кризис, вот, зависит от того, насколько там политики умерят свои амбиции и будут решать проблемы населения. Потому что для меня дикость, когда Германия, ведущая мировая держава, там, топ-5 хорошо в мире экономики, показывают по телевизору ролики, как надо греться зимой в пуховиках, заклеивать окна, при свечах делать горел. Ну, видели этот ролик, приглашать в гости, чтобы все надышали. Ну, вот эта дикость. В 21 веке для топ-5 державы – это дикость, да, и на полном серьезе шли ролики. Вот. Ну, Азия, она, конечно, будет потрепана кризисом, и здесь важную роль играет тот фактор, что Азия сохраняет за собой статус дешевого производителя массовых товаров среднего технологического уровня и качества. То есть раньше это был Китай, сейчас вектор больше сместился, акцент на Индонезию, даже больше Вьетнам, Индонезию, вот туда, да, вот в этот регион. Но, тем не менее, это Азия, да, мы говорим о регионе в целом, это сложно очень разбирать по странам, поэтому Азия, конечно, вот пострадает от кризиса, но за счет того, что вот она сохраняет, она сохранит в целом, не за счет Китая, да, Китай, потому что уже там и рабочая сила дороже, но вот этот вектор сместился в сторону вот туда ниже, да, там, скажем так, по континенту и на острова, вот, поэтому этот статус беспроигрышный, да, когда ты являешься мировой фабрикой производства товаров, подчеркну, там, среднего технологического качества и уровня, да, это очень хороший статус, потому что большинство людей массовый, да, рынок, бизнес – это Макдоналдс, а не ресторан «Максим», да, то есть массовое потребление, оно идет как раз вот в области среднего качества и уровня, поэтому у Азии должно быть все хорошо, многое зависит еще от того Китай, да, сможет ли найти новую модель роста экономики своей, потому что они сейчас, с одной стороны, активно занимаются инвестициями, скупают по миру все, что плохо лежит, в первую очередь, там, в Африке, в Южной Америке, но сейчас Компартия начала угнетать свою же экономику, да, как все говорят, там, стрелять себе в колено, вопрос, насколько вот наметившиеся риски неудачной перестройки экономики, они сработают для Китая, да, и насколько он не сохранит то самое лидерство в темпах роста, да, потому что важно же держать темпы, но хотя бы не снижать их очень сильно, а то, что риски сейчас такие есть, да, то, что Компартия там сейчас занимается вот прямым управлением, да, там, от статьи газетной зависит изменение капитализации в десятки, ну, хорошо, в 5-10 миллиардов долларов, ну, это, мягко говоря, не экономические рычаги, да, посмотрим, вот, как Китай справится с этими рисками, а это очень важно для региона азиатского в целом, да, потому что, как ни крути, и Австралия вся завязана, да, как сырьевой пытавщик, там, в большей мере, на Китай, и все остальные страны тоже смотрят на своего, там, лидера, да, безусловного, коим он является, ну, Япония еще, я имею в виду, ну, там она просто в другом ранге играет, то есть Япония больше относится, там, к развитым державам, которые не определяют роль, там, именно Азии, когда мы говорим про Азию, так, потому что Япония – это отдельно. Ну, и, соответственно, Россия, да, это в постковидном мире, это что тут, тут роль поставщика, сырья сохраняется, и самый вероятный тренд развития нашей экономики – это диверсификация видов экспортного сырья, потому что уже там вот идет речь о том, что нефтегазовые компании собираются добывать литий из подземных вод, редкоземельные элементы, да, ну, то есть, вот в полноценной диверсификации, там, не нефть, тяжелая нефть, там, да, и сернистая нефть, да, диверсификация, а именно диверсификация такая вот, это в литий, редкоземельные металлы и же с ними, вот, а еще один путь развития, там, поставлять водород, энергии, вернее, водорода, да, или аммиака, потому что, конечно же, в таком виде энергию транспортировать дешевле, да, если пересчитать, там, ту же самую себестоимость, с учетом транспорта, да, понятно, что это более дешевый носитель энергии, водород или аммиакгаз, ну, даже в первую очередь водород, а не газ, там, к которому мы, там, привыкли. В принципе, похожие же сценарии, да, вот они, я думаю, что в полной мере, там, такой же сценарий я прогнозирую для Австралии, потому что с точки зрения, там, как сырьевая экономика, она очень близка и похожа на Россию, да, мы там оставим за скобками птическое устройство и территории и все остальное, но с точки зрения, там, сырьевой модели экономики, вот, Африка и Персидский залив, ну, я думаю, что вот такая же, эстезия, такой же путь, которым они должны, ну, правильно идти в следующем году после ковида, да, ну, или, там, через год после ковида, это вот именно такой путь, когда идет диверсикация, то есть, еще раз говорю, я не отношусь к тем людям, которые говорят, вот, ужасно, связаем с нефтяной иглы, почему иглы, да, там, это, вот, у каждой страны, ну, вот, у нас, так, 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 такие есть ресурсы, мы научились их добывать, мы научились их обрабатывать, продавать и так далее, вот, сейчас надо научиться их диверсифицировать, да, потому что меняется, наверное, модель потребления, да, энергии, да, ну, вот, соответственно, и модель потребления ресурсов, да, ну, вот, можно сделать акцент, вот, на другие... И экономический профиль каждой страны тоже меняется? Да, 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 это будет другого уровня завода, это будет другого уровня производства, это технологии, это уже, там, и научные исследования какие-то, да, потому что, ну, скажем, есть же научные институты нефти и газа, да, соответственно, должны появиться научные институты водорода, лития и редкоземельных металлов. 9 декабря состоится национальный платежный форум «Платежная индустрия России». Безналичные цифровые платежи, защита потребителей финансовых услуг, цифровое неравенство, конкуренция на платежном рынке, изменения платежных сервисов, государственная политика на платежном рынке. Эти и другие вопросы в дискуссии и выступлениях ведущих финансовых экспертов. Главные партнеры форума. Процессинговый центр «Картстандарт», Центр финансовых технологий «Золотая корона». Партнеры форума. Фактура.ру. Система. город. 9 декабря в 11 часов по Москве национальный платежный форум в онлайн-формате на канале «Финверсия». Регистрация на форум по ссылке в описании под этим видео.